Анжелика, сегодня вы, можно сказать, приняли активное участие в таком мероприятии, по-моему, даже, может быть, явились его инициатором в какой-то мере, да? Это участие, в том, что прошел семинар Максима Тарасова и, так понимаю, детей, воспитанников, которые занимаются утром-катлетикой, и очень интересные вопросы были. И, честно говоря, Максим Тарасов не так часто участвовал в таких мероприятиях. И как вам удалось его говорить и принять участие? Находится, так по-моему, в здании Роговка, да, Ксольевка, нашего знаменитого физкультурного университета, одного из самых лучших в Москве и в России, да и в мире тоже. Поэтому вот расскажите кратенько. Да, на самом деле у нас тут была очень интересная программа для детей, для тренеров по прыжкам в шестом. Два дня они находятся вместе с нами. Вчера у них была экскурсия в музей спорта в министерстве, и там был интересный квест, они тоже очень им понравились. Потом у нас тут в Манеже, они, ну, соревновались, можно так сказать, в некоторых таких неспецифических упражнениях, то есть тестовые упражнения выполняли всевозможные. Сегодня с утра у них тоже было еще несколько тренингов, несколько встреч, и, конечно, вот встреча с Максимом Тарасовым, это самое было волнительное и для них, и для нас. Мне с самой тоже было очень интересно пообщаться, я с ним в живую никогда не встречалась, поэтому для меня это тоже был сегодня большой подарок, можно так сказать. Ну и детям тоже понравилось, он очень интересно рассказывает, слушать его было одно удовольствие. Да, сейчас у них еще будет занятие по гимнастике, ну, то есть мы постарались сделать такую максимально интересную программу, и для тренеров тоже были семинары, тренеры всевозможные. Стараемся объединить наших прыгунов в шестом, наших тренеров по прыжкам в шестом, объединиться, и, возможно, получится у нас немного развивать этот спорт, потому что он не очень у нас в России, к сожалению, популярен. Мы попытаемся это исправлять со временем. Я удивлен, вот почему. Сейчас как бы все спортсмены готовятся к коммерческим церквям, тем более те, которые получили доступ к предыдущим соревнованиям. Вы же, как бы, вот в это время умудрились, как бы, свое время посвятить детям развитию прыжков в шестом. Знаете, это достаточно, нам надо, вот сказать, вам надо, браво, как бы, выхватить вас очень сильно, но это дорогого стоит. Нет, на самом деле, у нас было довольно много времени в этот период, когда я, к сожалению, не могла принимать участие в соревнованиях, и мы очень много общались с детьми, ездили и в Чебоксар, и в школу, и в Питер, вот, ездили с детишками по прыжкам в шестом, там, в группе с ними разговаривали. И, на самом деле, когда ты видишь, что ты можешь быть полезен, это большое удовольствие, и поэтому... Позитив? Дает, наверное, позитив вам дает какой-то? Позитив, и то, что им интересно, и мы можем что-то рассказать, и тем более, вот сейчас у нас получилось пригласить такую, можно сказать, легенду. На самом деле, это в удовольствие, это не отвлекает меня, там, от таких тренировок, я готовлюсь полноценно к сезону, так что... У вас будет скоро, по-моему, сезон через две-три недельки, да, начнется, да? Нет, я начинаю в конце мая на командном чемпионате России, так что... А, то есть вы, пока на международные старты, пока не поедете, да? Где-то там, после, нет в вагомах, прыщков-шестром, вот этих коммерческих стартов в мае разве? В мае в Дохе нет, но я так рано не внеценаю сезон, поэтому мы... То есть у вас время еще есть? Да. Время есть, то есть вы, я так понимаю, все-таки порадуете именно россиян, начнете сезон в России? Да, конечно. Ну, ради... У вас такая уже небольшая традиция, мы в Сочи всегда начинаем сезон, там, опробуем какие-то шестые разбеги, так что... Знаете, ради этого я же приеду в Сочи на командном чемпионате России, чтобы посмотреть. Хорошо ждем вас, и всех, кто сможет переехать, прийти на стадион с удовольствием. На самом деле, я думаю, вот как раз, действительно, вы правы, надо поддержать наших спортсменов, потому что, мне кажется, турниры, вот такие, как командном чемпионате России, они очень нужны, они очень интересны, и надо действительно пригласить зрителей, чтобы они действительно пришли и поддержали. Мне как-то не хватает зрителей на таких соревнованиях. Да, конечно, я... Сейчас у меня есть такая возможность, я приглашаю всех, я надеюсь, что в Сочи соберется хоть немного зрителей, потому что для нас это всегда очень важно и приятно. Ясно, спасибо, большое, удачи, что у вас все получилось, спасибо большое. Классно, у вас все получилось, вообще. Сейчас мы иначе сделаем, что мы только фотка.